Пока люди радуются снегу и морозу, для некоторых представителей животного мира подобная погода в новинку. Летом этого года большие панды Дзя-Дзя и Мэн-Мэн переехали с родины провинции Сычуань в город Чанчунь, провинции Цзэсток страны. Это эксперимент, рассказали ученые. О том, насколько хорошо адаптировались бамбуковые медведи на новом месте, далее в выпуске. Путешествия с юга на север страны восьмилетний самец по кличке Дзя-Дзя и семилетняя Мэн-Мэн совершили почти полгода назад, в июле. Из центра охраны больших панд в провинции Сычуань в Чанчунь, главный город провинции Дзилень, их отправили в качестве эксперимента. Насколько хорошо будет там бамбуковым медведем? Ответить на этот вопрос должны эксперты, которые начали медицинское обследование состояния здоровья панд. В физическом состоянии весь банд в норме. Видно, что они уже адаптировались на новом месте и ведут обычный образ жизни. Более того, обе панды прибавили в весе по два килограмма. Это еще одно доказательство их хорошего самочувствия. По словам экспертов, Дзя-Дзя и Мэн-Мэн получают усиленное питание. Ежедневно с родины Мишек провинции Сычуань им привозят свежие побеги бамбука. Овощи и фрукты в рационе местные. Научная ценность такого эксперимента очень важна. Мы видим, что панды хорошо адаптировались здесь. Поэтому мы готовы к реализации специальной программы по разведению банд в этих широдах. По плану Дзя-Дзя и Мэн-Мэн проживут в Чанчуне два с половиной года. Ученые надеются, что за это время у пары появится потомство. В дикой природе панды живут на очень ограниченной территории. Их можно встретить только на юге Китая, в провинции Сычуань. Если эксперимент ученых по переселению медведей будет успешным, то ареал обитания существенно расширится. Татьяна Климова, Хаусио, Си Си Ти Ви.